Рабыня и Заура Рабыня и Заура Рабыня Закончили читать? Да-да, почти один момент. Может в любом месте сойти за свободную сеньору из высшего общества. Вот, она убежала вместе с португальцем по имени Мигел, который называет себя ее отцом, и супружеской парой негров-рабов по имени Андре и Санта. Скорее всего, они изменили имена. Человеку, который их задержит и вернет вышеупомянутому сеньору, будут не только возмещены все расходы, но он также получит вознаграждение в сумме 20 тысяч. Вознаграждение увеличено с 15 до 20. Целое состояние. Видя эту девушку, я понимаю, что сеньор в нее влюблен, потому что такой поступок может оправдать только любовь. 20 тысяч. Вы думаете, что перед нами действительные зауры? У меня нет ни малейшего сомнения. Описание подходит. Все сходится. Даже двое рабов. Каких рабов? Супружеская пара рабов, о которой написано в газете. Старик и девушка живут вместе с супружеской парой рабов. Их прям слишком много совпадений. Никаких совпадений, капитан. Эта девушка, беглая рабыня из заура. Очень хорошо. Мы пришли к выводу, что ваша сестра не была счастлива в браке с Леонсием. Вы сделали только этот вывод после всего, что я сказал. Какой еще вывод можно сделать? Подумай хорошо, Жозе. Подумай хорошо. Исходя из того, что сказал Энрике, мы можем сказать со всей определенностью, что Леонсио бесхарактерный человек. Характер? Когда речь идет о нем, нельзя произносить слово характер. Леонсио мерзавец. Только по его вине моя сестра была несчастной, а ведь она была образцовой женой. Она была прекрасным человеком. Тот факт, что ваша сестра была несчастлива с Леонсио, не означает, что он не может стать другим человеком и сделать счастливой вторую жену. Люди, как Леонсио, не способны сделать кого-то счастливым, в том числе и самих себя. Поверьте, Жозе, если вы согласитесь на брак с Леонсио, вы совершите самую большую ошибку. Да, Жозе, мы должны хорошо подумать. В вашем рассказе я не увидел ничего, что компрометировало бы Леонсио. А его страсть к этой беглой рабыне. Это каприз? Я видел эту рабыню на Фазенде. Она очень красивая. Да. Возможно, у него было какое-то влечение. Когда он не был женат. А почему он предлагает такое огромное состояние за поимку этой рабыни? Думаю, нам не следует обсуждать личное дело. Я приехал из Кампос, чтобы защитить счастье вашей сестры, а вы так со мной обращаетесь. С вами обращаются, как вы заслуживаете. Вы не должны вмешиваться в личные дела другой семьи. Не обращайте внимания на слова Жозе, он нервничает. После того, что я сказал, вы по-прежнему считаете этот брак возможным? Вы не рассказали ничего, что меня удивило бы. Если ваша сестра была несчастлива в браке, вероятно, в этом в большей степени была виновата она сама. И я не допущу, чтобы это произошло с моей сестрой. Жозе. После этих слов, думаю, мне больше нечего делать в этом доме. Самое разумное, что вы сказали за сегодняшний вечер, Энрике. Всего хорошего. Ты обошелся с ним не очень любезно. А как я могу быть любезным с человеком, который пытается погубить будущее моего родственника? Нет ни малейшего сомнения. Это она. Нам нужно конкретное доказательство. Супружеская пара рабов. Это не конкретное. А всего лишь еще один пункт. Сомнения все равно остаются. Да, но они могут развиться. Это как? Сейчас я поеду к ним домой. Зачем? У меня есть идея, которая внесет полную ясность, является ли эта женщина рабой из объявления. Или нет. Ну что, вам весело? Чудесный вечер. Я счастлива, что вам хорошо в моем доме. Все так красиво, Луся. Вы впрямь умеете принимать гостей на должном уровне. Мне бы хотелось, чтобы вы приходили чаще. Кто знает, может, со временем мы узнаем друг друга лучше. Ваше приглашение – большая честь для меня. Я думаю, это отличная идея. Так мы узнаем наверняка. Поезжайте, возвращайтесь. Как можно скорее будет лучше, если вы пока никому об этом не скажете. Я ничего не сделаю, пока мы не получим подтверждение. О чем это ты говорил с этим сеньором? Сюрприз, Каролина. Вечер готовит нам большой сюрприз. О чем это ты? Если я скажу, это перестанет быть сюрпризом. Скоро узнаешь. Жозе, обвинения Энрике были достаточно серьезными. Я так не считаю. А страсти к беглой рабыне? Не верьте тому, что сказал Энрике. Эти двое – враги. Мне показалось, что Энрике действительно беспокоится за будущее Анинии. Он хочет внести сумятицу в жизнь Леонсию. Именно в тот момент, когда Леонсию пытается устроить ее после шока, который он пережил. Признаюсь, мне это тоже беспокоит. Я не понимаю, почему? А Леонсию – одна из лучших партий. И у моей сестры будет прекрасный брак. Жозе, я не знаю, насколько ты искренен, когда говоришь это. Потому что я не могу забыть, что после брака Анинии ты получишь, наконец, деньги, которые оставил отец. А вы считаете, что я позволил бы Анинии выйти замуж, руководствуясь таким низменным мотивом? Больше не думайте о том, что он сказал. Кто знает, вдруг он раскаивается, что женился на той деревенщине. Я завидую Леонсию. Он женится на такой чудесной девушке, как моя сестра. Как бы то ни было, меня очень беспокоит будущее твоей сестры. Забудьте все, что касается Анинии. Она будет счастлива. В противном случае я беру всю ответственность на себя. Что происходит, Андрадо? Почему ты спрашиваешь? Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Это естественное поведение человека, когда его единственная дочь становится невестой. Нет связи между твоим беспокойством и долгим разговором, который у тебя был с сеньором Мартинио. Что за мысли, Каролина? А где он? Наверное, на улице, вышел подышать свежим воздухом. Устала? Нет. Как я уже сказала, я могу танцевать весь вечер. Ты сможешь сделать это всю жизнь, если согласишься стать моей женой. Даже сегодня у меня нет права говорить о том, что ни на мгновение не покидает мои мысли. Я бы хотела попить. Сейчас принесу. Все твои желания для меня законны. Кто может быть в такое время? Я не знаю. Мне кажется, сеньор Мигел и Заура взяли ключ. Они могли его потерять. Добрый вечер, Андре. Откуда вы знаете мое имя? Я знаю все. И я здесь, чтобы помочь вам. Я привез срочное послание от Алваро и сеньора Мигела. Сеньора Мигела? Изавра находится в большой опасности. Боже мой. Я тебя предупреждал. Этот Джозе негодяй. Он хуже, чем я думал. Подобное вмешательство не всегда принимается, сынок. Меня этому научила жизнь. Из-за денег он позволяет сестре вступить в брак, который сломает ей жизнь. Ничего не поделаешь? Это несправедливо. Раз ее родной брат согласен, я предвидел это. Джозе очень амбициозный. Мне жаль, что ты напрасно потерял время, но я знал, что произойдет нечто подобное. Нет, нет, я не потерял время, папа. Я не потерял время, потому что, по крайней мере, я попытался. Моя совесть чиста. Она разоблачена? Слава богу, нет. Но мы узнали, что на балу присутствует человек, который установил личность Изауры с помощью объявления, опубликованного в газете. Значит, сеньор Алваро уже знает все. Именно его осенила идея послать меня сюда. Соберите свои вещи, потому что они могут приехать в любой момент. Он попросил, чтобы все было готово к вашему побегу. Боже мой. Потанцуем еще немного? Конечно. Конечно. Бедняжка так крепко спала. Не нужно брать все, Андрей, только самое необходимое. Мужчина сказал, что скоро они будут здесь. Успокойся, Санта. У нас все получится. Значит, рабы угодили в ловушку. Как два идиота. Без ложной скромности капитан Идея была гениальной. Поздравляю. Сейчас они, наверное, собирают свои тряпки, думая, что рабыня едет домой. Теперь нам осталось договориться, как мы поступим с вознаграждением. Кто бы сказал, рабыня в моей гостиной, причем ее привел никто иной, как Алваро. Гости очень угорчатся. В чем дело? Ты побледнела? Ничего. Просто почувствовала боль. Заколол в боку. Но уже проходит. Наверное, от непривычки. Привыкнешь. Ты родилась, чтобы блистать в салонах. Но если ты хочешь уйти, то... Нет. Раз уж я здесь, я хочу дойти до конца. Как поступим с деньгами? С двадцатью тысячами? Да. Разделим? Нет, все деньги ваши. Все? Все. Если вы примете мое условие, чтобы заработать двадцать тысяч, я приму любые условия. Я хочу, чтобы только вы получили выкуп за рабыню, и чтобы никто не узнал о моем участии в этом. С большим удовольствием. Я также хочу, чтобы вы разоблачили эту женщину здесь и сейчас. При ваших гостях? Да, в присутствии всех. Я хочу, чтобы эта женщина была разоблачена и унижена публично. Одно твое слово, и мы всегда будем счастливы, как сейчас. Прости, Алвара, но я не хочу продолжать этот разговор. Я действительно неважно себя чувствую. Ты бледна. Хочешь, я позову врача? Здесь есть врач? Нет, не нужно. Наверное, это усталость. Я не привыкла. Не отведешь меня к отцу? Но мы не можем уйти вот так. Ты должна дать мне слово утешения, надежду. Надежду? Почему нет? Если даже у меня у самой нет надежды. Потому что ты меня не любишь. Очень люблю. Тогда скажи, что станешь моей женой. Не могу, это невозможно. В этой жизни нет ничего невозможного, если чего-то действительно хочешь. Это неправда. Да что происходит? Я не могу сказать, и это мое несчастье. Сеньора, Вару, с вашего позволения мне бы хотелось сказать пару слов о этой сеньоре. Что вам нужно от этой сеньоры? У меня к ней крайне важное дело. Она знает, какое. Знает лучше нас с вами. Ты знаешь этого сеньора? Нет, не знаю. Тогда идем отсюда. В чем дело? Ты дрожишь? У нее есть на то причина. Сеньор Мартини, если вы не хотите сказать, пожалуйста, отойдите подальше от меня. Раз вы настаиваете, нет ничего проще. С большим огорчением сообщаю, что это сеньора... Сеньора. Женщина, которую вы держите за руку, беглая рабыня. И не более того. По какому праву вы приходите ко мне с подобной клеветой? Спросите у своей спутницы, она знает, где ее место. Здесь, на балу? Или в грязной коморке? Где она родилась? Что это значит, Олваро? Спокойно. Мартиньо? Вы сами напросились. Сейчас я повторю это еще раз, чтобы услышали все. Это сеньора, которая в данный момент находится среди высшего общества людей Барбасены. Беглая рабыня. Она беглая рабыня. И мне поручено задержать ее и вернуть господину, которому она принадлежит. Папа, какой стыд. Я предчувствовала это. Этот человек не только дерзкий, но и сумасшедший. Или пьяный. Простя, Олваро, но обвинение сеньора Мартиньо не безосновательное. Я понимаю, что он должен был это сделать. Обвинение сеньора Мартиньо – самая большая клевета, которую я слышал за всю мою жизнь. Спокойно, Олваро. Пусть меня сначала выслушают, а потом выносят приговор. Я хочу, чтобы все послушали, какая новость была опубликована в последнем номере курьера. Если я вас обманываю, я дам вам право плюнуть мне в лицо и выбросить в окно. С фазенды сеньора Леонсё Каррера де Алмейда, муниципалитет Кампос, провинция Рио-де-Женейро сбежала рабыня по имени Изаура, которую можно узнать по следующим приметам. Светлая и нежная кожа, как у любой белой, кори глаза, длинные каштановые волосы, слегка волнистые, маленький рот, яркие красивые губы, нос правильной формы, тонкая талия, стройная среднего роста. На левой груди след от ожога, похожий на крыло бабочки. Одевается со вкусом и элегантностью, держится непринужденно, прекрасно играет на пианино. Синьора, поскольку она получила прекрасное воспитание, может в любом месте сойти за свободную сеньору из высшего общества. Она сбежала вместе с португальцем по имени Мигел, который называет себя её отцом, и супружеской парой негров-рабов по имени Андре и Санта. Скорее всего, они поменяли имена. Человеку, который их задержит и вернёт вышеуказанному сеньору, будут не только компенсированы все затраты, но он также получит вознаграждение в сумме двадцати тысяч. Не зря у меня появились подозрения, когда она улыбнулась. У неё тёмные дёсна и синеватые ногти. Как видите, все приметы совпадают, только слепой не видит, что эта женщина есть рабыня из объявления. Однако, чтобы полностью избавиться от сомнений, осталось посмотреть, есть ли у неё след от ожога в форме крыла бабочки. Но ведь это легко проверить. Не так ли, господа? Алваро, спокойно. Рабыня она или нет, вы не дотронетесь до неё своими грязными руками. Прекрати Алваро, это ничего не даст. Спокойно. Сеньора. Не нужно прикасаться ко мне. Я прошу вас прощения, я совершила недостойный поступок. Но Бог свидетель, что я жертва судьбы. Простите меня. Идём отсюда. Музыка. Дайте музыку. Это мы виноваты. Он не был уверен. И пришёл сюда, чтобы проверить. А мы попались, как дураки. Успокойтесь, мы найдём решение. Не плачь, Алвира. Ты знаешь, что меня зовут Изаура. Это имя ещё красивее. Мне бы хотелось остаться наедине с Алваро, если вы не возражаете. Композитор Жоао Мэрио. Оператор Милтон Болиньо. Гравюры де Бретто предоставлены фондом Каштру Майя. Производство Глоботова Интернашнл. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok